Помощник лесничьего Геннадий Ёщик о зелёном богатстве Бобруйского района знает всё. В Петровичском лесничестве ему знакома каждая тропка и каждый куст. Профессиональным взглядом мужчина определяет грибные места, тем более, что место это урожайное. Сыроежки здесь растут разноцветными семьями. К слову, этот вид самый распространённый и известен даже тем, кто к любителям тихой охоты не относится. Сейчас пошли грибы после засухи июньской. Появились уже первые лисички. Единично появляются уже белые грибы, подосиновички по низким местам, где по осенникам были, собирали уже. Кто занимается сбором грибов, они уже фактически где люди постоянно годами ходят, они уже по своим тропам этим ходят и собирают всё время эти грибы. Подтверждение слов Геннадия, в лесной чаще находим лисички, а у бочины дороги молодые боровики. По правилам, их нужно аккуратно срезать ножом, чтобы грибница осталась в целостности и сохранности и приносила урожай в будущем. Но если под рукой ножа нет, тогда грибы следует осторожно выкрутить. Первые боровички, которые свеженькие, пояжли, один, второй. Я их вырываю, обычно, когда белый гриб, я вот так и выкручиваю чуть-чуть. И корник обработал вот так, аккуратненько грибницу вот эту вот. Грибы ещё в древности разделили на съедобные и ядовитые. Безошибочно отличить их друг от друга на вид могут лишь бывалые грибники с многолетним опытом за плечами. Тем не менее, есть общие правила, которые может выучить и новичок. Не стоит брать грибы, если есть хоть какое-то сомнение насчёт их удобоваримости. Кроме этого, нельзя собирать дары природы, растущей вдоль автострад, в скверах и парках. Я поступаю сейчас так. Те, которые я знаю, те грибы я собираю. И желательно всем, кто хочет заняться сбором грибов для себя, собирать грибы те, которые знаешь. Не знакомые грибы, потому что можно много попутать, если не знаешь, попутать и с поганками, и с мухоморами. Мухоморы, так он красный, он виден, а поганку можно спутать. Самый ядовитый гриб у нас – это поганка бледная. Грибы содержат многие полезные вещества. На 90% они состоят из воды и витаминов группы В. Но усваивает всё это богатство только здоровый человеческий организм. Ослабленным людям лучше не рисковать и обойтись без грибных деликатесов. Нежелательно они и для детского питания.